В развитии любого бизнеса может настать момент, когда он вырастает из своего рынка, как Алиса в стране чудес выросла из своего домика. В этот момент приходит время масштабироваться на зарубежные рынки. Здравствуйте, меня зовут Сергей Фродков, я являюсь управляющим партнером Международного венчурного фонда и стартап-акселератора Ideal Machine и руководителем программ IDM USA Lending и IDM Europe Lending. И сегодня мы поговорим о том, как компаниям грамотно спланировать выход на иностранные рынки и какую локацию для этого выбрать. Зачем, собственно говоря, проектам масштабирования на зарубежные рынки? Выход на международные рынки поможет проекту в нескольких аспектах. Во-первых, получить доступ к новой целевой аудитории, увеличить продажи и прибыль. Во-вторых, стать более конкурентоспособным. В-третьих, повысить капитализацию компании за счет достигнутой на зарубежном рынке динамики роста, получить возможность привлечь инвестиции от иностранных инвесторов по более высокой оценке. Давайте рассмотрим несколько примеров. Например, белорусская компания Wargaming изначально продвигала свой хит World of Tanks только на русскоязычных рынках. Завоевав признание игроков дома, компания локализовала свой продукт для рынков Китая, Европы и Америки. И масштабирование на этих рынках открыло для Wargaming целую новую целевую аудиторию, и позволило им дойти до выручки больше, чем 200 миллионов долларов в год. При этом основной офис компании до сих пор остается в Минске. И в качестве другого примера успешного масштабирования проекта на зарубежном рынке можно привести пример компании Sarafan. Sarafan является резидентом IDM USA Landing, нашей программы развития проектов на американском рынке. Искусственный интеллект Sarafan AI, который разработала компания, распознает одежду и аксессуару на фотографиях, находит похожие товары в интернет-магазинах и дает линки на них. Приехав в Нью-Йорк, команда локализовала свой продукт под местную целевую аудиторию, выделила основные клиентские сегменты из этой аудитории и наладила систему маркетинга к этим сегментам, расширив команду локальными профильными специалистами. И теперь команда стабильно растет и показывает хороший трекшн на американском рынке. Что же такое международные рынки? Международные рынки — это те рынки, которые находятся за пределами Российской Федерации, и в них можно выделить четыре основных направления — США, Европа, Китай и Юго-Восточная Азия. США и Европа являются наиболее большими и динамично развивающимися из них. В чем преимущество рынка США? Американский рынок на данный момент является самым большим в мире, наиболее емким, открытым и восприимчивым к инновациям, и успех на этом рынке действительно является залогом успеха во всем мире. Что же касается европейского рынка, он обладает не только высокой покупательной способностью и широкой географией сбыта, но предоставляет возможность постранового выхода. Бизнес может расти только в окружении, которое способствует росту, как говорила Нидия Веласкис, председатель Комитета по малому бизнесу в США. Каким же компаниям целесообразно выходить на международные рынки? О выходе на зарубежные рынки стоит задумываться предпринимателем, который имеет стабильно работающий бизнес на российском рынке. Что это значит? Это значит, что он имеет готовый и востребованный среди целевой аудитории продукт, операционную самостоятельность российского подразделения и системные продажи и выручку. Когда можно начинать масштабирование на международные рынки? Прежде чем начинать это масштабирование, вам нужно убедиться, что вы доказали продуктовую гипотезу и имеете опыт роста на домашнем рынке. Также компания должна стабильно работать без личного вмешательства в основателе, собственно говоря, операционная независимость, потому что им придется первое время уделять очень много внимания развитию за рубежом. У предпринимателей, готовых к выходу, также должен быть заложен бюджет на развитие бизнеса, а также жизнь за рубежом в течение первых 12 месяцев. Какие же города присутствия выбрать в рамках Европы и США? Начнем с Европы. Берлин, будучи стартапом инвестиционной столицы Европы, является отличной точкой входа на европейский рынок. Он транспорта близок к России, находясь в нескольких часах лета от Санкт-Петербурга и Москвы и располагаясь в центре Европы, находится вблизи от других крупных европейских столиц. Кроме того, в городе сосредоточено большое количество высококвалифицированных русскоязычных IT-специалистов, проводится много разнообразных IT-мероприятий и хорошо развито IT-сообщество. Что же касается США, то оптимальной точкой входа здесь является, конечно, Нью-Йорк. В нем наиболее высокая концентрация разнообразных клиентов из различных индустрий по сравнению, например, с Сан-Франциско или другими городами Америки. Нью-Йорк также находится в часовой доступности от многих других ключевых центров страны, например, Вашингтон и Бостон, Час-Лёд и Чикаго-2. Город предоставляет большой спектр возможностей для размещения офиса и выбора места жительства на первое время, а также много крупных мероприятий и широкие возможности для нетворкинга. Например, давайте представим, что наш старый знакомый, предприниматель Василий, создает проект по доставке еды из супермаркетов с помощью дронов. Он проверил спрос на свой продукт на российском рынке, наладил систему продаж и его бизнес в России стал стабильно прибыльным и операционно независимым. В этот момент Василий решает вывести свой проект на европейский рынок. При этом перед ним встает вопрос, какую страну для локализации бизнеса в Европе выбрать. Он пообщался со всеми стартаперами, делает решение в интернете и узнает, что проекты в области моды более востребованы в Италии, медиа и искусство во Франции, индустриальным стартапам в то же время больше подходит Германия, дауншифтерам, которые ищут хорошую погоду и море, Черногория, Кипр и Португалия, а те же, кто поскромнее хочет сэкономить, выбирают Латвию. Ну, в России и в раздумьях смотрят, кто же может помочь ему с выходом на иностранный рынок и знакомиться в этот момент с нами. В результате Василий с минимальным количеством затраченных ресурсов и денег открывает юридическое лицо в Германии и банковский счет там же, располагается в удобном каворкинге в самом центре Берлина, таким образом клиенты могут приходить к нему без проблем, снимает квартиру в этом же здании вместе с каворкингом и локализует продукт под потребности немецких клиентов. Это позволяет ему запустить продажи, набрать локальную команду и развернуть маркетинговую пиар-компанию своего продукта на немецком рынке. Как же выйти на зарубежный рынок? Первое, что Вам нужно сделать, это определиться с целями и задачами Вашей компании для выхода на международный рынок. Если она звучит так, как нам стало тесно в России, это опасно, так как из нее не вытекает никакой конкретный план действий. Выходить на зарубежный рынок можно с двумя основными целями. Привлечь иностранные инвестиции или построить бизнес с положительной экономикой и кратной динамикой развития. Определитесь, какая из этих целей для Вас является первостепенной. Трезво взгляните на свой проект и ответьте на вопрос, а готовы ли к масштабированию на международный рынок? Сможет ли проект успешно функционировать в России и основатели на несколько месяцев уедут оттуда? Есть ли у Вас средства на развитие продукта на новом рынке? И если ответ на эти вопросы – да, то далее Вам нужно решить, на какой именно рынок выводить проект. Для этого изучите потенциальные рынки с точки зрения культуры, менталитета и их перспективности для Вашего продукта. Возможно, проблема, которую Вы решаете в России, просто не существует в Америке. Или ее уже успешно решают тамошние конкуренты. Изучите Ваших конкурентов за рубежом и проанализируйте их достоинства и недостатки. И не забывайте о непрямых конкурентах, потому что очень возможно, что Ваша проблема решается другим, каким-то косвенным способом. Наконец, лично съездите в страны-кандидаты и поговорите с потенциальными клиентами. Получите конструктивную обратную связь от рынка на месте и поговорите с экспертами рынка. Ведь Вам нужно повторить первые шаги развития стартапа, которые Вы уже прошли в России, и уделить достаточно времени кастомер-девелопмент на иностранных рынках. Помните, что Вы выходите на рынок, где люди являются носителями совершенно другой культуры и менталитета. А значит, Ваш проект может не полететь из-за совершенно странных внешних факторов. Но в то же время может случиться так, что на зарубежном рынке продавать Ваш продукт будет легче, чем Вам было делать это в России. Проработайте правовые вопросы. Начните Ваш выход на новый рынок с надежной юридической и финансовой основы. Для этого обратитесь к профильным экспертам и консультантам на месте экспансии, чтобы они помогли Вам открыть подходящее для Вашей деятельности юридическое лицо, банковский счет и обеспечили Вашу компанию всей необходимой административной обвязкой до приезда. В таком случае Вы сможете уделять достаточно времени развитию бизнеса и локализации продукта за рубежом, а не тратить его на погружение в специфику местного законодательства и самостоятельное решение различных правовых вопросов. Подумайте о быте, ведь Вам обязательно понадобятся визы, Вы будете где-то жить. Поэтому уделите несколько недель на то, чтобы проработать эти вопросы до приезда так, чтобы они не отвлекали Вас от ведения бизнеса в дальнейшем. Стоит отметить, что хотя основателям придется временно долго присутствовать в месте экспансии, чтобы дать старт развитию, выход на новый рынок не означает переезд компании на новое место. Как показывает опыт многих компаний, которые уже вышли на международные рынки, например, таких как Wargaming, развивать Ваш бизнес можно откуда угодно и бывает, что более эффективно это делать именно из того места, где бизнес зародился. Когда Вы протестируете новые каналы и выявите подходящие для масштабирования, тогда Вы сможете начать наращивать штат и увеличивать продажи по уже отработанной Вами схеме. Отсюда начнется Ваш рост на международном рынке. Возьмем пример из опыта Ideal Machines, чтобы показать, как работает механика. Компания фабрики лояльности или loyalty plan, как она известна в Америке, бывший резидент нашей американской программы IDM USA Landing, изначально приехала в Нью-Йорк в составе команды из генерального директора, директора по развитию и директора по продукту. Компания продает товары на рынке систем лояльности в ресторанном ритейле, и ее целевым клиентом являются небольшие и средние сети ресторанов. Так как Америка страна фастфудных сетей с высоким уровнем развития мобильного маркетинга, данная локация отлично подошла для их первоначального международного масштабирования. Они поставили себе основными задачами для выхода за рубеж определение ключевых клиентов на американском рынке, выявление их потребностей и предоставление им подходящего решения, а также доработка и адаптация продукта под местных клиентов в соответствии полученной обратной связью. Далее они начали запускать и налаживать системные продажи и пытались достигнуть трекшна на американском рынке. Через несколько месяцев после старта международного развития директора по продукту получил достаточно фидбэка, чтобы вернуться в Санкт-Петербург с новыми вводными для российского офиса разработки. Другие же участники команды продолжили развитие бизнеса на американском рынке. Чем мы помогли компании? Это тем, что мы позволили им не тратить время на бытовые административные проблемы, а сфокусироваться на бизнесе. Мы помогли открыть юридическое лицо, банковский счет, предоставили коворкинг и подобрали квартиру прямо рядом с офисом, установив контакты для этого с юристами, бухгалтерами и банком. Кроме того, мы помогли фабрике лояльности провести поэтапную локализацию своего продукта. Что было сделано? Была, во-первых, разработана презентация для трех целевых сегментов рынка, налажены контакты с ключевыми партнерами и созданы информационные поля вокруг продукта. Также лоялти-план посетила и выставилась не семи ключевых мероприятий в той год. Для эффективного развития продаж было сформулировано для каждого целевого сегмента ценностное предложение, определенные основные каналы, и через которые они стартовали свои продажи. А также для этого нанято несколько местных продажников, которые обрабатывали воронку. Для укрепления команды основатели проинтервировали несколько десятков человек по методике, которую мы могли им сформулировать, научились отсеивать неподходящих и подобрали специалистов под каждый сегмент выбранных клиентов, выстроили грамотную схему компенсации и промоушен для своих сотрудников. По результатам взаимодействия, по результатам этой работы, фабрика лояльности убедилась на своем примере, что работа с менторами и под руководством международного акселератора помогает быстрее и эффективнее достигать поставленных целей и решать возникающие проблемы, которые, несомненно, будут. Они смогли сфокусироваться на маркетинге, увеличить количество лидов, приходящих к ним за счет системного участия в выставках, интеграции с профильной экосистемой и налаживания релевантных контактов в индустрии. Сколько же времени и денег нужно для выхода на другой рынок? При условии вовлечения в работу с вами профильных менторов, консультантов и программ поддержки, выход на новый рынок и достижение стабильной динамики развития и трекшн на нем займет у вас почти год. Если же вы планируете выходить самостоятельно без поддержки менторов и программ, это может у вас занять значительно больше времени и ресурсов. У предпринимателей, планирующих выход на зарубежные рынки, должен быть отдельно выделен бюджет на полгода-год на развитие бизнеса и жизнь за рубежом. Домашнее задание. Первый. Когда проект готов к выходу на международный рынок? А. Когда есть идея. Б. В начале масштабирования на международном рынке. В. Когда проект имеет стабильную динамику роста на родном рынке, налажены все бизнес-процессы. И. Г. В любой момент. Второй вопрос. Зачем выходить на международный рынок? Первое. Чтобы масштабировать продажи и увеличить прибыль бизнеса. Б. Потому что это клево. В. Чтобы привлечь зарубежные инвестиции. И. Г. На российском рынке, ничего не вышло, значит нужно попробовать на другом рынке. Третий вопрос. Какие из этих рынков являются популярными среди отечественных проектов? А. США. Б. Нигерия. В. Европа. Г. Бразилия. И. Четвертый вопрос. Что же такое локализация продукта за рубежом? А. Перевод сайта и маркетинговых материалов компании на другой язык. Б. Адаптация всех материалов и бизнес-процессов компании под менталитет, культурную среду и язык зарубежного рынка. В. Выявление наиболее перспективных точек развития на зарубежном рынке. И. Г. Поиск каналов для масштабирования на зарубежном рынке.